доброе утро дорогие друзья с вами Игорь Суздальцев ведущий видео портала трейдеров Utrade TV и мы с вами сегодня начинаем рабочую неделю новый рабочий месяц и новый рабочий год с новым годом еще раз дорогие друзья 2016 желаю вам всяческих успехов и процветания в этом году надеемся что он станет для нас всех счастливым и успешным а мы с вами начинаем работу как обычно с новостей сегодня 4 января 2016 года понедельник нет рабочая неделя это на три дня в среду полный рабочий день господа ну что посмотрим давайте как мы завершили прошлый год индекс ммвб снизился в последний рабочий день прошлого года на 0,1 процента сейчас составляет 1761 пункт индекс ртс снизился на одну целую шесть десятых процента сейчас составляет 757 пунктов российский рубль к сожалению в последний день рабочий день прошлого года снизился существенно на 1 рубль 34 копейки к доллару 73 рубля 54 копейки составляет сейчас 1 доллар в цене и евро рубль на споте я называю все цифры 80 45 выше психологического важного уровня остановились мы по евро укрепился он 30 декабря на 1 рубль 45 копеек первый вывод можно сделать о том что традиционная схема когда четвертом квартале рубль падает сработало и в этот раз причем упал он существенно поэтому те кто купили 1 октября по нашей рекомендации и продали 30 декабря те в хорошем плюсе и поэтому к сожалению это так но те кто именно так торговали я надеюсь такие люди есть они хорошо заработали естественно здесь желательно входить было большими объемами чтобы был существенный доход но я думаю что кто-то к этому совету прислушивался далее коллеги давайте посмотрим что у нас в новостях очень много новостей произошло за последние дни нас все-таки несколько дней не было прежде всего нефть что происходит по нефти друзья есть факторы которые двигают нефть вверх и есть которые двигают нефть вниз вверх что двигает три основных факторов это прежде всего в сша начали экспорт нефти и газа первый танкер прямо 1 января вышел первый танкер из сша с нефтью и газом в италию вот естественно на нефть это повлияло в некотором смысле второй говорят танкер чужая чисто с нефтью вышел также ну вот то есть они сейчас несколько танкеров пошлют чтобы нагнать ужаса что европа вся затаря на нефть второй фактор ирану вроде бы разрешили продавать нефть европе вроде бы даже уже деньги какие-то он получил и так далее конечно серьезный фактор и третий фактор объявлены результаты добычи в россии нефти за этот год за 15 год ссоре уже конечно за прошедший год россия добывала в день в среднем по 10 миллионов 726 баррелей нефти вот это и газового конденсата кстати что еще считает всего за год было до в россии 534 миллиона тонн если метрическом метрической системе измерения что на одну целую четыре десятая процента превышает результат прошлого года четырнадцатого года в данном случае но понятно что такой рост добычи даже на относительно небольшой процент одна четыре процента это все таки больше давление на рынок чем если бы было на хотя бы полтора процента меньше поэтому эти три фактора сша иран и рост добычи нефти в россии конечно толкают нефть вниз но есть огромный фактор который конкретно сегодня может толкнуть нефть наверх это естественно взаимоотношения саудовской аравии и ирана такое впечатление что саудиты специально обострили ситуацию казнили шиитского шейха по приговоры за нарушения какие-то и так далее но все просили их не казнить хотя бы дать пожизненное нет они приняли решение о казни естественно шииты в иране прежде всего возмутились начали громить посольство саудовской аравии саудиты обиделись расторгли дипломатические отношения с ираном сейчас идет очень сильное обострение уже не пошла наверх бренд уже выше 38 но я думаю что вот сегодня конкретно такой первый рабочий день на всем этом скандальном так сказать событие что не каждый день поверьте мне в мире расторгают дипломатические отношения тем более две такие нефтяные империи вот и конечно это повлияет и я думаю что это сегодня и 39 можем увидеть по нефти те факторы которые я перечислил на снижение нефти они долгосрочные а этот вот сегодня конкретно может сильно толкнуть нефть наверх и уже толкает на наши глаза поэтому будьте бдительны именно сегодня доллар блудберг затянул свою песню масса материалов о том что вот мы понизили ставку мы повысили ставку на 0 25 и в этом году в шестнадцатом году четыре раза можем еще и и повысить думаем над этим все поэтому доллар будет укрепляться и впереди и теле это пятилетка укрепления доллара также как это было во время первого периода президентства рейгана этого 70 84 годы и второго срока президента клинтона 96 2000 и вот сейчас мы мол мы идем на третий всплеск на третий рекорд вот это вот сейчас эти годы а там 16 20 вот эти четырехлетка будет прямо стремительного роста доллара все к этому уйдет аргументы которые звучат мне не очень нравится я считаю не совсем как бы правильное но не буду детально обсуждать говорю только о том что идет информационное давление все запущены рычаги убедить весь мир том что доллар будет расти наверное так и будет происходить потому что в ответку особо выкатить нечего поэтому ну видимо до укрепления доллара вполне вполне при этом россии например я сомневаюсь дело в общем чисто российская система заключается следующем четвертый квартал олигархи делают два простых дела роняет рубль мы это видели для того чтобы за свои доллары получить больше денег и выплатить себе бонусы а поскольку у нас много частных и не только частных вернее государственных олигархов очень богатых людей которые работают в госкомпаниях госкорпорациях а у них объем бонусов которые они могут себе выписать зависит от капитализации компании то есть от цены акции прежде всего и поэтому у нас два процесса рост доллара чтобы получить деньги и рост цены роста фондового рынка чтобы показать высокую капитализацию и выплатить себе большие бонусы там миллионы долларов 1 января это все теряет смысл поэтому олигархи больше укреплять доллар не будут и поэтому хотя америка будет толкать доллар наверх но в россии его бросят где он стоит и он может даже немножко ослабевать а то есть рубль в первом квартале вполне может укрепиться просто потому что олигархи больше не будут раскручивать доллар все вопрос 31 декабря произошла отсечка бонусы они же себе начислили все дальше их судьба доллара и рубля не особо то и волнует но он уже остался на высоком уровне где-то так он и будет болтаться в пол причем вполне возможно что рубль даже будет укрепляться первом квартале во всяком случае у меня такая надежда есть но и отсюда вывод и по рынку ценных бумаг раз уж мы коснулись в первом квартале рынок ценных бумаг может ослабеть потому что капитализацию показывать не надо наоборот надо зафиксить выводят они же деньги положили на рост этих акций их надо изъять с прибылью поэтому в первый квартал я не думаю что будет рост фондового рынка по очень простой причине олигархи свою задачу получения бонусов через высокую капитализацию своих компаний они решили отсечка уже произошла далее коллеги давайте обсудим форекс с 1 января запрещен для российской компании не имеющих лицензию лицензию имеет только одна компания да еще для зарубежных компаний которые не они зарегистрировали представительство в цб в москве да надо зарегистрировать представительство а там тоже процедура тоже могут работать почему-то все лицензии 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 на самом деле без лицензии как бы можно что это для иностранцев я имею ввиду лицензии для российских компаний так вот лицензия получена одна финам и остальные вне закона то есть торговать на территории россии этим компаниям и давать рекламу нельзя никому кроме финама сегодняшнего дня но то что такое торговать интернет как бы не может запретить выхода на компанию на кипре или израиле еще где-то и торговать естественно все продолжат торговать что такое реклама вот эти договора сейчас все меняют исходя из условий до из условий нового закона о форексе все меняют договора чтобы попадать под него естественно мы тоже изменили у нас есть несколько изменений ну начну с того что сейчас мы занимаемся только обзорами рынка некоторые темы ушли более того несколько ограничено распространение готовых роликов поэтому сейчас больше авторы роликов могут физлицо свой ролик вот мы сняли ролик до физлицо может раскидать куда хочет и к нему это закон вообще не относится никаким образом да а у компаний которые работают на рынке часть части сми у них есть некоторые ограничения эти ограничения мы будем строго строго выполнять естественно поэтому приглашаю всех кто будет чьи ролики будут они будут естественно в документах я приглашаю всех спикеров скачивать их и размещать на свои в своих соц сетях фейсбуке смаклабе и так далее у вас ограничений еще раз говорю никаких нет далее что произошло за эти дни за последние 10 дней прошлого года и сейчас за 4 дня за две недели произошло в следующем российские компании перевели своих клиентов за рубеж и регистрировались за рубежом короче убежали и российские компании и деньги убежали следом за ними причем некоторые российские компании которые не просто приняли решение как бы прекратить деятельность их клиенты перешли не на биржу как все думали клиенты перешли на кипрские и израильские компании, где сейчас идет резкий рост и набор работников на работу. Ну вот хочу показать один пример, я внимательно слежу за этими процессами, они мне очень не нравятся, я не буду скрывать, потому что, естественно, у россиян забрали работу, иностранцам отдали, это большая претензия к авторам закона о Форексе. Ну вот, например, израильская компания требуется русскоязычный диктор, финансовую компанию для ежедневных видеоэфиров, в Тель-Авиве, естественно, и так далее. Ну, что могу сказать, это классно все, да, но мне это не нравится по очень простой причине, потому что забрали у наших всю эту работу, то есть теперь уже не россияне будут комментировать рынок, а израильтяне и киприоты. Следующая новость, которая связана с этим же событием, с законом о Форексе, сразу биржа начала менять условия, сразу. Вот еще только это, еще даже Форекс не был закрыт, но уже было ясно, что с первого числа будет ликвидирован российский Форекс, сразу поменяли. Вот, например, московская биржа Александр Мишин, опытнейший трейдер, пишет, гребаный брокер прислал в расчет НДФЛ налогов более 40% от выигрыша. У нас что теперь, прибыли убытки по ценным бумагам, обращающимся на ОРЦБ и ФИС, на организованном рынке по ценным бумагам, не сальдируются. Если это так, то я прекращаю с Нового года торговлю на биржу. Не имеет смысла. Переквалифицируясь в управдомость, спасибо, умеют порадовать перед Новым годом. Ну и в дальнейшем коллеги там объясняют, пытаются понять. Ну вот Александр Горчаков, известный алготрейдер, пытается пока, так сказать, объяснить, как это все происходит. Ну, короче, я, например, прочитав, понял для себя просто одну простую вещь. Биржа сейчас, понимая, что единственное, что может произойти, это помимо бегства форекс-трейдеров за рубеж, то все как бы должны якобы прийти на московскую биржу. Она сейчас будет ужесточать условия. У любого монополиста это так, и вы ничего с этим не сделаете. Поэтому я понимаю, что бегство с биржи уже начнется в ближайшие дни, если уже не началось. И ясно, что в этой ситуации надо запускать CFD на иностранные акции. Азиатские, европейские, американские. Но так, чтобы торговать на компании, которая связана с Россией. Мы нашли такой вариант. Это будет типа групп CFD на акции. У них есть специальный ресурс для этого. И сегодня в 3 часа 15.00 мы с вами начнем торговать иностранными CFD на акции. Абсолютно то же самое. Те же котировки, та же возможная заработка. Нет прохождения через депозитарий и нет дивидендов. Ну, поскольку мы дейтрейдеры, нам эти вопросы вообще, в общем-то, и не нужны. Далее, коллеги. Обращаю ваше внимание на некоторую ситуацию с юанем. Курс юаня понижен до 6,5 долларов за юаней за доллар. Это новый, я так понимаю. Да, это новый. Да, это новый минимум с мая 2011 года. Это повлияет на рынок. Это повлияет на рынок. Во всяком случае, сегодня с утра точно. Далее. Ну что, коллеги. Давайте спросим у монеты. Как нам торговать сегодня нефтью? У нас появился еще, кроме монеты, BuySell, у нас появился еще один индикатор по нефти. Баррель. Мы его будем крутить. И если он повернется этой стороной крышкой, то значит нефть будет расти. А если днищем, то нефть будет падать. Но не сегодня. Я думаю, надо сделать какую-нибудь типа рулетку, так, чтобы крутануть. И она как бы как флюгер крутилась. И потом останавливалась к экрану. Каким-то образом мы подумаем с вами технологию. Если у кого-то есть какие-то технологии, то с удовольствием эти идеи все увижу и услышу. А сегодня просто бросаем монеты. Продолжаем бросать монету. Нефть марки Brent. Покупать или продавать. Вы можете загадать свой финансовый инструмент. И монета подскажет вам направление движения. Смотрим, друзья. Монета говорит, что по нефти может быть распродажа. Ну, как бы имеется в виду, что вот этот всплеск, который связан с расторжением дипломатических отношений с Саудовской Аравией и Ираном, утром уже на азиатской сессии отыгран. И типа, что мы, может быть, уже ничего с этого и не поимеем. Но увидим. Увидим. Я думаю, что нет. Я, кстати, думаю, что вот это развитие отношений сегодня, ухудшение, какие-то взаимные оскорбления, угрозы между двумя такими очень горячими странами, они будут. Будут. Без этого и газета где-то кто-то будет выступать горячо и активно и так далее. Все это будет. Поэтому на нефть это повлияет. Ну что, друзья, давайте спросим у наших спикеров, кто что думает на этот счет. Я вижу у нас в эфире Юрия Чеботарева, Александра Булгакова, Андрей Волгарат. С удовольствием вас послушаем, коллеги. Юрий Чеботарев, доброе утро. Доброе утро. С каким настроением встречаете Новый год, Юрий? Чего ожидаете? Настроение нормально. Ожидаем, как всегда, прибыль. Вот, конечно, хорошо бы побольше, но вот не каждый год бывает хорошо. Понятно. Что ожидаете вообще движения по нефти, по доллару? Верите в рассказы о том, что у доллара впереди такая же пятилетка роста, как при Рейгане и Клинтоне? Да нет, я думаю, что, знаете, я вообще считаю, что мир устроен случайным образом. Поэтому история, в общем-то, не повторяется. Она скорее рифмуется. То есть какие-то отдельные моменты исторические, они проявляются из прошлой истории. Но в целом, я думаю, что будет не так. Будет не так, как мы думаем. И не так, как гонит волну Блумберг, да? Понятно, что они хотят этого, они пытаются формировать реальность. Да, да, они пытаются формировать, но вот масса случайных факторов приводит к тому, что мир все-таки не так движется, как они право на веру. Я понял вас. Я думаю, что, конечно, нефть будет, конечно, очень волатильная. Хотя я думаю, что в течение года мы увидим и движение и вниз, и вверх. Ну, а политические события, конечно, будут очень сильно расшатывать политру экономическую. Меня, конечно, удивило, что сегодня так Китай сильно завалился. Что даже там на бирже остановили торги. Я вообще-то продумал, что это будет немножко позже. А у них ведь все началось гораздо раньше. То есть мне кажется, что идея о том, что в Китае экономическая ситуация гораздо хуже, чем мы думаем, это и есть на самом деле так. То есть как драйвер она может сыграть свою роль. Ну, для рубля получается то, что в Китае хуже, для рубля-то это, наверное, лучше. Потому что если где-то хуже, у нас лучше. Это теория относительности. В каком-то смысле? Или вы считаете, что по нам тоже ударят китайские проблемы? По нам ударят очень сильно китайские проблемы. Потому что все-таки это валюты развивающихся страны, рубль и юань. И он по нам вот так ударит, что я думаю, что мало нам не покажется. Понял вас, Юрий. Спасибо большое. Удачи вам сегодня на рынке. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. Друзья, с нами был Юрий Чеботарев, трейдер и управляющий активами из Москвы. Давайте спросим Александра Булгакова, трейдера из Санкт-Петербурга. Как ему видится начало года по нефти, по доллару, во что он верит и с чем выходит в новый торговый год? Вот, я вижу, Александр, вижу ваш микрофон. Доброе утро. Доброе утро. Приветствуем вас. Какие мысли по сегодняшнему дню, Александр? Ну, сегодня в России день будет спокойно, я думаю, что ввиду малого объема торгового в целом, что касается доллара, нефти, ну, что можно сказать? Я бы хотел обратить внимание на такой момент, по-другому, после поднятия ставки ФРС, 31 декабря, по обратному РИПО, прошли операции на почти 475 миллиардов долларов. Это, наверное, больше, чем процентов от того избытка денежной базы, которая накопила вследствие всех этих количественных смягчений в предыдущие годы. Вот, и что интересно, результатом этого стало ставки обратного РИПО выше 0,5 процента, 0,55 процента, а ставки по федеральным фондам снизились до 0,12. Вот такой парадокс получается. То есть вроде как ставку повысили, а эффекта получился обратный пока что на федеральные фонды. Ясненько. Александр, как видится вам доллар сегодня в этой ситуации? Ну, я думаю, что на самом деле то, что прошло 31 год, это еще связано с концом года. Такие парадоксы происходят в каждый квартал, когда хотят банки фонда отчитаться. Они как бы затариваются такими бумагами, пусть только надежными. Вот, в этой связи я думаю, что на самом деле именно сегодня, я думаю, что евро немножко четко пойдет вниз. То есть рубль, некоторые перспективы укрепления рубля вы сегодня видите, да? Да, и рубль тоже может укрепиться, но укрепление рубля, скорее всего, будет связано как раз с движениями по нефти, которые наметились. А в целом, я думаю, что рубль будет ослабляться. Это связано будет с другими факторами. Как вы знаете, контрабан же обещал нам эмиссию устроить. Ну, в конце каждого рубля в январе, значит, это связано с северными факторами контрабанка. Ясно. Так что укрепление, периодически, оно может где-нибудь к концу месяца произойти, не раньше. Такое хорошее укрепление. Если там не помешают какие-то другие факторы. Там они есть. Я напомню, что в конце января, 29 января, будет очередной раунд предъявления ареста по Министерству и ЮКОСа. В связи с тем, что в американском суде 29 они назначены избирались. Ну, по этому поводу будут. Вот плюс. В короле, в начале, может быть объявление уже прокуратурой. Поингу результатов. Это будет не только на результатах. Технический политический поведение. Ясненько. Потом. Поэтому моя рейтинг-газа использует всякие откаты. Всякие откаты по рублю, то используем. Доллар по рублю. Ясненько. Понял вас, Александр. Спасибо большое. Удачи вам сегодня на рынке. Во всем удачи. Спасибо. Друзья, с нами был Александр Булгаков, трейдер из Санкт-Петербурга. Андрей Никифоров. Волгоград, доброе утро. Какой у вас взгляд на рынок сегодня? Нефть, рубль, прежде всего, конечно, все волнуемся, размышляем. Видно? Да, видно, слышно. Приветствуем. Здравствуйте. С Новым годом вас. Спасибо. Взаимно. Ну, ожидания, смотрите, какие. Ожидания пока Рождества, а не Таркфобли. Ну, а если вот по рублю брать, ну, вот открылась нефть с таким неплохим вроде ростом, да. По идеям, рубль должен укрепляться. Так как нефть растет, вроде и фонда должна укрепляться. Но посмотрите, видите, как Китай, да, открылся и падал. И плюс еще сейчас фьючерсы на индексы США тоже падают. Там больше одного процента. Поэтому, видите, тут двоякая ситуация. Вроде и нефть растет, и мировые индексы падают. Понял вас. То есть вы, так сказать, склоняетесь к тому, что нефть и рубль сегодня будут расти, укрепляться, а фонда из-за ряда внешних и внутренних причин все-таки будет снижаться. Российская, да? Такие два тренда вы выделяете. Понял вас. Сами будете участвовать в этом или будете наблюдать только сегодня? Не знаю, посмотрю. Ясно. Да сейчас такая между праздниками, сейчас торговая сессия, сейчас непонятно вообще, что будет. Еще многие не вышли на работу. Ясно. Понял вас, Андрей. Спасибо огромное. Удачи сегодня на рынке. Спасибо. Друзья, с нами был Андрей Никифоров, трейдер из Волгограда, который добавил пару килограмм веса за новогодние праздники, как и все мы, я думаю. Поэтому, если кто-то не будет помещаться в экран телевизора, не удивляйтесь. Главное, голос будем слышать. Все, друзья, двигаемся дальше. Ну, давайте посмотрим вместе открытие рынка. Ну, видим бренд. Бренд пошел наверх. Очень хорошая новость. Очень хорошая новость. Сразу ударился в 38.14. Сейчас немножко откатил. Вот. Но откатил, скажем так, умеренно. Ну что, 37.85 бьется нефть. Очень хорошо. С учетом того, что мы стартанули с уровня 36.61. То есть на доллар 20 мы сейчас выше уровня закрытия прошлого года. Ну, очень хорошо. Давайте посмотрим, что с Си. Си, естественно, пошел сразу укрепляться. Рубль пошел укрепляться. Доллар снижаться. Ри, посмотрите, как хорошо. Сразу ударила верхнюю границу коридора 76.32. Ну, 76.327. И это очень хорошо. Давайте посмотрим Сбер. Стоит Газпром подрос. ВТБ немного снижается. Роснефть растет. Лукойл растет. Евро-доллар, кстати говоря. Доллар укрепляется у нас. Золото. Золото пошло в рост, господа. Кто-то там собирался золото продавать. Вот. Доллар-рубль. 73.59. Несколько укрепился, но и вернулся. В общем-то, не дали пока доллару-рублю продвинуться вниз. Ну что, я на этом демонстрацию останавливаю, коллеги. Хочу обратить ваше внимание на то, что у нас сегодня в программе очень важные и большие изменения. Во-первых, есть новые два эфира. Это в 11.00 Андрей Коваленко, ранее известный вам как Крутецкий. Он теперь взял свою настоящую фамилию. Теперь будет ежедневная передача «Объемный взгляд» в 11.00. И в 17.00 будет ежедневная передача «Виражи рынка» Александра Нестера. Вот. Ну, о других изменениях по ходу дня я вам расскажу. Так что приветствуем двух наших ежедневных спикеров. И надеюсь, вам будет понравиться. Тем более, что все эти изменения мы делали по вашим просьбам. Спасибо огромное, коллеги, за участие в торговом плане. Всем удачи сегодня.